Примар Дарин Киртуака отпраздновал День города банкетом в самом роскошном отеле, а его гостями стали премьер-министр Владимир Филат, спикер Михаил Гимпу, бывший советник Трояны Басеску Юджен Тамак. О традициях либералов по-царски отмечать праздники в нашем сюжете. После вчерашнего празднества в столице можно уже говорить, что сегодня в Молдове появился политический класс в стиле люкс. Глава муниципальной администрации Дарин Киртуака заложил основы новой традиции – проведение роскошных банкетов. В День города Примар организовал прием, на который пригласил политиков, журналистов, местных чиновников, артистов и, конечно, политических друзей из Румынии. И место для банкета было подобрано не случайное. Самый дорогой четырехзвездочный отель в центре столицы специалисты называют «жемчужиной гостиничного бизнеса». Элитное отслуживание в шикарном зале отеля только оттенялось специально приглашенным оркестром. В пересчете на деньги банкет такого уровня предполагает, что в бюджете столицы очень много средств, а у Примарии нет экономических проблем. Однако горожане на собственном опыте почувствовали, что реальная ситуация совсем иная. Народный избранник постоянно жалуется на недостаток средств и повышает тарифы. Например, на проезд в общественном транспорте. Отменены все льготы как для молодежи, так и пенсионеров. А в это время городоначальник организует грандиозный прием, что явно не является первой необходимостью для города. Тем самым подтверждая актуальность мысли Михаила Менеску, великого поэта и журналиста, который утверждал, что либералы представляют новое поколение политиков, учившихся в Европе, которые хотели вывести страну из-за отспенения и модернизировать ее, по примеру, Европы. Но вместо этого либералы проявили себя как политический класс любителей роскоши и банкетов. Вот что написал журналист Менеску о либералах его времени и как много похожего у наших. Этот класс живет за счет труда крестьян. Созданный административный аппарат раздут, дорог и не отвечает простым потребностям народа. Либералы – это фабриканты обмана, узурпации, демагогии, живущие за счет труда крестьян, не предоставляя взамен ничего. Государство, как создатель должностей, это инструмент, который вытолкнул вверх этот либеральный класс. Они, используя лозунг о свободах, быстро пришли к выводу, что государство должно их кормить и одевать роскошно. Даже если журналисты, которые наводят лоск на имидж либералов, попытаются сказать, что неверно сравнивать либералов века 19-го и нынешних, вчерашний банкет убеждает, что за полтора века ничего не изменилось. Тот, кто два года назад обещал кишиневцам европейский город, в середине своего мандата, видимо, устав, решил отдохнуть в четырехзвездочном отеле в самом центре Кишинева. Я убежден, что люди нас поймут, убежден, что люди ждут этого. И я хочу от всей души, чтобы шаг за шагом все стало на свои места. И чтобы в будущем у нас не было дней, когда, к сожалению, была возможность принять определенные решения, и они не были осуществлены. Сергею Струнгару, Олег Касых, телекомпания НИТ.